Как ты пришел из компьютерных игр в системное администрирование? Эй, Дэнчик! Я такой, о, ну все, с богом, сейчас буду бить, писяц мне. Они пригласили, сказали, Дэнчик, вот у нас есть тут подработка. А тебе сколько лет было? Окей, а там зарплату не хочешь? Я говорю, о, еще и платят. Ну а сколько вообще ты потратил денег на то, чтобы получить все эти сертификаты? Очень много. Зачем нужны все эти корочки? Вот как они меняют карьеру? Нас, типа, будет обслуживать только та компания, у которой 50 CCI там в штате. И другие просто вот не подходят. А где его возьму? Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Рядом со мной сегодня гость из Нью-Йорка. Эй, из Нью-Джерси. Нью-Джерси. Ну, да. Собственно, 5 часов лета. И самое интересное, что Денис смотрит мой канал и, можно сказать, с той стороны экрана сейчас находится в этой стороне экрана. Это очень приятно. Привет меня в будущем. Да. Денис очень крутой, забегая наперед, я скажу. Ну, сегодня мы поговорим о том, как, ну, о твоем, конечно же, творческом пути, скажем так, программистском пути. Окей. И о том, я знаю, что ты пожил здесь, успел пожить немножко, в Денвере, Нью-Йорке. Да. В Нью-Джерси. В Нью-Джерси, да, опять же. Да, это же и другой штат. Другой штат. Другой штат. В общем, сегодня у нас будет интересный разговор, поэтому продолжайте смотреть. Подключайтесь, будет жарко. Да. Привет, Денис, еще раз. Мы, правда, уже провели, я встречала Дениса из аэропорта, и поэтому мы уже немножко пообщались. Но самое интересное... Это в первый раз, когда меня собеседует таксист. Да, можно и так сказать. Таксист, рекрутер и интервьюер в одном лице. Да. Опять же, хотелось бы, вот я читала о тебе статьи. И как оказалось... А такие есть? Да, тебе писали статьи, если ты не знаешь. Как оказалось, у нас еще и с Денисом есть общие знакомые. Да. Так бывает. Но что меня удивило, что у тебя необычный путь, и ты попал в системное администрирование изначально из-за увлечения компьютерными играми. Расскажи об этом подробнее. Как это вообще происходило? Я был задротом компьютерным. Да, ты играл в игры. Да, да, очень много. Буквально, наверное, с 14 лет. Ну, может быть, даже раньше. Я, честно говоря, уже не помню. Где-то в каком-то интервью, я говорю, там, 12 лет, где-то там 14, где-то 13. Ну, вот где-то в этом возрасте. То есть я помню, что я пришел первый раз к своей маме на работу, она работала бухгалтером, и увидел там каких-то, уже не помню, как называется, ну, в общем, какая-то такая примитивная игрушка, и мне понравилась. И тогдашний местный администратор, он не давал в нее играть. Он же был тогда еще и охранником. Вот. Очень было удобно. Почему? Потому что работа находилась там буквально в пяти минутах от ходьбы от дома. Это был склад. И я приходил по вечерам, чтобы поиграться с ним в компьютерную игрушку. И меня было тогда, по-моему, очень интересно, загорелось. Я хорошо их проходил, мне все нравилось. И как-то вот с этих пор у меня пошло увлечение этими компьютерными играми. Как ты пришел из компьютерных игр в системное администрирование? Тоже все просто. Вот с тех вот простых компьютерных игрушек, которые были синглплеер, когда ты играешь один на один на один. У нас был в Тюмени, там, где я родился, клуб есть такой, называется Кижеватова. Там клуб детского творчества имени Кижеватова. Так вот тоже. И я в него ходил, потому что там был компьютерный клуб. Вот я отдавал все свои честно заработанные, накопленные деньги. И играл с другими ребятами в компьютерные игрушки по сети. И мне тогда очень сильно это понравилось. И у меня был какой-то, не знаю, там, дух соревновательный. Это еще пошло с детства. До того, как я занимался компьютерными игрушками, я занимался спортом различным. Там, футболом, баскетболом. У нас был, вот, есть компьютерный клуб, а есть спортивный клуб. Они вот прямо, знаешь, стояли буквально друг на друга, да, друг напротив друга. Я сперва походил в один, потом зашел нечаянно в другой. Снова, блин, компьютерные игрушки круто, они мне больше нравятся. Там не нужно бегать, там нужно сидеть и кликать мышкой. И все, с этих пор я там прописался в этом клубе и начал играть в компьютерные игрушки. Я не помню, это был, по-моему, Quake или Warcraft. Это были первые игры. Или даже Starcraft. Ну, в общем, что-то из этой эпохи. И там же я узнал про первый чемпионат, который проходил, его устраивали ребята из Тюменского государственного университета. Тюменского государственного, не газового университета. И все, я начал готовиться. Как-то вот нашел там каких-то ботов, которых можно было убивать. И сидел целыми часами. В том времени у меня уже был компьютер дома. Я уже не помню, каким чудом. Но он появился. И я за 2 или 3 недели, когда узнал, что чемпионат случается, я забил на школу, как любой нормальный подросток. И сидел, готовился. Тот чемпионат я, как-то сказать, не неудачно, а провально, как-то сказать, проиграл. Но там был один момент, как играли такими, так сказать, группами. Я уже не помню, как называется система, типа Олимпийская, наверное. Когда вот я разделяю, есть пол участников, их разделяют на группы. Потом из каждой группы выходит там по 2, например, человека. Вот. И получилось так, что в одной из групп я занял второе место. Тем самым главного фаворита, который там был в 7-м чемпионате, я его выбил. Вот. Дима, привет. И, по-моему, это был он. И с тех пор меня вот эта компания друзей, которые, ну, ребят, которые организовывают этот чемпионат, она меня заметила. И я ничего не выиграл. То есть, немножко мое эго, как это сказать, упало вниз через, наверное, месяца 2 или 3. И я встречаю их на улице, на остановке. И они были достаточно большие такие. Я был еще 13-летнишки, а то их было там по 20 с лишним лет. И они приезжают, эй, там, не помню, что у меня был ник, но как-то они у меня спросили по нику. Ну, допустим, там, Денчик. Там, эй, Денчик. Я такой, о. И я смотрю, этот один из них, это тот парень, которого я на чемпионате выбил. И они там, эй, ну, один улыбается, а другой какой-то грустный, который вот как раз, который грустный, он на меня так смотрит очень. Я думаю, ну, все, сейчас будут бить, пиздец мне. Я помню, я же туда быстренько ушел. Ну, все, там, с Богом. Я к ним подхожу, они такие, о, дорога, как дела, ты вообще куда потерялся, мы тебя искали, там, хотели к себе пригласить. Я такой, ух, отлегло. И все, они пригласили меня в свой клуб, в котором я вот начал заниматься уже более профессионально. То есть они меня там прям готовили, меня, знаешь, на разные чемпионаты. Знаешь, как тебя, кидая тебя там на арену с этими, с аллигаторами, ты их там должен там один-пятерых там. Вот, и вот у меня были, подготовка была именно в таком же стиле, в спартанских условиях. То есть меня там дрючили так, что, то есть, ты либо, либо ты, либо он с площадки. Поэтому, да, приходилось. Эти же ребята несколько лет спустя меня пригласили к себе на работу. Так, они уже были аспирантами, у них там где-то работали, и у них открылась вакансия. И они пригласили, сказали, Данечка, вот у нас есть тут подработка. А тебе сколько лет было? Ну, лет 15, наверное. Они такие, вот, будешь работать? Я такой, буду, а что надо делать? Ну, вот, то-то, то-то. Я такой, окей. Они такие, и что, окей, а там зарплату не хочешь? Я говорю, о, еще и платят? И они сказали, да, и говорю, окей, а сколько? Мне там что-то сумму-то назвали, там, тысяч, там, 10 или что-то типа того. Я помню, что у меня мама зарабатывала в два раза меньше. Да. И я такой, ну, он такой, да, он такой, тебе хватит? Я такой, да, мне хватит, я, ну, и все, и так я пошел, собственно, знакомиться с компьютерами, там, помогал еще разными другими вещами. И там же администрировал сети, и занимался обслуживанием всяким разным. Очень было интересно. А расскажи про свое образование. То есть, ну вот... Которого нет? Которого нет, видимо. Насколько я знаю, что ты немножко мой коллега, филолог. У меня филологическое образование. Расскажи о своем. Я филолог. Ну, в смысле, я хотел быть филологом, или поступил на филологический, но не доучился. А почему филологический? Вот ты уже там... Красивые девчонки, блин, на филологическом. Их-то много было. А, изначально я пошел, потому что я начал заниматься как раз сетевыми, сетевыми вещами. То есть, начал заниматься сетями в какой-то определенный момент, потому как... Это вот как раз очень то, что привело меня, собственно, из игр в этот, в IT-мир. Потому как каждый раз, когда ты готовишься к чемпионату, лучше готовиться с кем-то, кто вот хорошо играет. Потому что в Тюмени я уже всех победил, мне там уже было неинтересно. Нужно было кем-то уже, знаешь, там, челлендж мне. Давайте мне там кого-нибудь. Там, вот ты, чувак из Германии, там, иди сюда, сейчас я тебе накажу. И... Но это было не так. Частенько наказывали меня. Я думаю, ты скромничаешь. Не, ну, да, это было действительно так, потому как... Была такая штука, ну, она сейчас есть, она никуда делается. Назывались, там, не знаю, задержка по пинге и, ну, дилей по-америкосовски. И я тогда не понимал, почему, блин, что вообще за херня такая? Когда мы играем, и он, получается так, что он делает вещи быстрее меня. Хотя я, блин, я вот прям, я же быстрый, я же, блин, чёткий. И вот я тогда начал интересоваться с теми. Оказалось, что вот есть там и DSL, есть там и дилей, есть там эти пинги, есть задержка, и я как-то вот из этого всего так туда нырнул и больше не выныривал. Ну, всё-таки, как на твоём пути появилась филологическая... А, филологическая, да, 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 точно, точно, филологическая. Просто, потому что все материалы, учебники, которые были на тот момент на английском, они... Они были на английском, вот, английского я не знал. Поэтому я начал ходить в различные школы вечернего, там, или какого-то определённого типа. И я там вообще ничему не научился. Я проходил, не знаю, там месяц, наверное, или два, и я понял, ну, там прогресс у меня вообще не то, что нулевой, он там минусовой. И от кого-то я услышал, что филологически это вот прям такая классная штука. И вот определёнными судьбами, не судьбами я туда поступил. Там тоже история с поступлением тоже очень, знаешь, такая, похожая на триллер. Я пришёл изначально на факультет романа германской филологии, и это время уже было, там, по-моему, сентябрь. То есть все уже обычно сдали, все уже, то есть поступать. А я же ничего не знаю, мне парень, я парень непростой, я пришёл, сказал, я хочу, вот, пришёл деканат, сказал, я хочу учиться. Да. Мне такие, мальчик, ты кто? Я говорю, ну, меня Дениска зовут, хочу учиться. Они на меня посмотрели и сказали, идите, и нахер, мальчик. Я, как бы, знаешь, разревелся, ушёл, вот, пошёл плакаться в чат. У нас тогда был чат тюменский, я уже не помню, как он назывался. В общем, туда пошёл плакаться, и мне один незнакомый человек написал, а что тебе за проблем такая? Ну, я вот тут, блин, горю, у меня учиться хочу, меня не пускают. И мы с ним как-то разговорились, этот мужичок оказался ФСБшником, и одновременно он ещё оказался ФСБшником нетрадиционной ориентации. Он мне говорит, мальчик, приходи ко мне. Я всё решу. Я такой думаю, ну, блин, ну, как-то неправильно немножечко. Он такой, а я, говорит, тебя не трону. Ну, то есть, у нас разговор такой завязался. Говорит, тебя не трону. Говорит, чем ты мне ещё поможешь? Ну, я просто хочу с тобой поговорить, прежде чем тебе дать правильные контакты, которые тебе помогут. Ну, и чем? Вот сейчас бы я не пошёл, честно. Потому что, знаешь, я не знаю, чем я тогда вообще думал. Ну, я такой думаю, ну, ладно, давай. Позвонил своим друзьям, сказал, так, вот адрес, через 30 минут, если я обратно не позвоню, вызывай туда милицию. И пошёл. Вот, позвонил с ним, мужичком мы пообщались. Он такой, честно говоря, был безобидный. Ну, уже два метра роста, сложно выйти. Я тогда был маленький. Я тогда был маленький, вот такой, там, 30 килограмм, как бы, да, там, метр с кепкой. А вот тот-то мужик был такой здоровый. Вот, и мы с ним как-то пообщались. Не знаю, просто хорошо с ним пообщались. Он меня, видимо, решил пощадить. Я говорю, всё, я пошёл. Типа, спасибо за контакты. Он такой, может, обнимемся в конце. Я такой, о-о-о, нет, спасибо, спасибо. Нет, нет, нет. И всё, я срулил. И он мне дал контакты очень-очень-очень классного мужика. Его зовут Суховей Геннадьевич. Он доктор медицинских наук. Очень крутой мужик. Прям, я помню, я с ним общался. Он у меня, он, мне кажется, моё сознание просто вот в 30 минут он мне перевернул. Он, знаешь, так, как будто сделал мне, знаешь, там, лоботомию. Там, всё почистил, постоял обратно черепушкой и сказал, мальчик, иди. И что же он тебе сказал? Ну, не помню, у меня с ним там был такой двухчасовой разговор пару раз. И он мне просто помог. Он сказал, он с моим пообщался такой, говорит, блин, ну, говорит, ну, неправильно это. Я говорю, я знаю, и что делать? Такой, сейчас поедем и всё решим. И он поехал, всё решил. На следующий год я, на следующий год, на следующий день я прихожу в деканат, меня берут в этот самый, вот, вот, да, вот такая история. Но ты не доучился. Я не доучился. Но. Ну, я учился, и первый год, у меня цель какая была, то, что выучить английский. Выучить английский. Ты выучил и сказал, Олег Ведерч. Я учил только английский. Я больше никакие предметы не сдавал. Наши девчонки сдавали у меня другие предметы. Я с ними занимался там английским и информатикой. Потому что информатику у меня там просто, я там был просто вообще бог. Делал глазки преподавательница, и приходил, говорит, наши девочки, они такие, они вот такие хорошие, душевные. Поставьте им, поставьте им зачет. И все, она им ставила. Соответственно, девчонки до меня договаривались. Так вот, Дениска, он такой классный. Поставьте ему зачет. Он другие там, знания, еще всякие другие. В общем, как-то у нас был такой симпиоз. Ну, вот при том, что у тебя нет академического образования, да, заключенного, но ты, пожалуй, один из самых образованных людей, которых я знаю. Хвалите меня, хвалите меня. А, Red Hat и еще множество других. Да, 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 да. Расскажи об этом подробнее. Как так получилось? Ну, как-то так получилось. А, ну, вот это все, это все ноги растут оттуда. Как раз вот с английского, с сетей. Потому что я когда начал ходить и устраиваться на другие работы, и мне говорили, мальчик, мы людей без опыта не берем. Я говорю, а где его возьму? Не знаю. Это вот эта вот извечная проблема. Знаешь, нам нужны студенты как-то без опыта, но с опытом. То есть ты приходишь, и они говорят, вот, я хочу учиться у вас. Типа, возьмите меня, буду работать бесплатно. Такого опыта есть? Нет. До свидания. А вот где его взять, если людей без опыта не берут? Вот. И я тогда подумал, окей. Я тогда посмотрел на сайте Красной Циске, потому что это было самое популярное сетевое оборудование. Узнал то, что у них есть программа сертификации. Я такой, ооо. И где-то я в требованиях одной из вакансий услышал, увидел как раз вот эти CCNA и всякие вот эти прочие разные сертификаты. Ну, а, это, наверное, круто. Никто не спрашивает про высшее образование. Все спрашивают про сертификаты. Нужно, значит, вот. И вот оттуда пошел как раз английский, оттуда пошло вот все эти вещи. И тогда, когда я как раз стучился год, не пять лет, а год, мне как раз года вообще было вот так вот, я начал там активно заниматься этими сертификациями. То есть, начал уже там покупать, читать книжки на английском, готовиться к экзаменам, сдавать экзамены, те, которые можно было сдать в Тюмени. И в определенный момент я сдавал те экзамены, которые мне нужно было в Тюмени. Мне стало скучно. Я такой, так, надо ехать в Москву. Ну, вот, ты получил все эти сертификаты. Я получил их в Тюмени, да, определенного уровня. То есть, они были не эксперты, это были профессиональные уровни сертификаты по ЦИСКе. Сертификаты уровня выше, они в Тюмени уже были. Во-первых, таких людей не было. Во-вторых, сдать их было достаточно сложно, потому что они будут достаточно дорогостоящие. Чтобы подготовиться и сдать. Просто даже на сам экзамен, чтобы воплотить, съездить в ближайший Брюссель, это нужно было тысяч, там, сто, допустим. Это было там пять лет назад. Ну, такие неплохие деньги. Да, неплохие, конечно. То есть, это даже не одна зарплата для очень многих. Да. Ну, а сколько вообще ты потратил денег на то, чтобы получить все эти сертификаты? Очень много. Очень много. Очень много. Я не помню, где-то мы там считали. Я помню, что... Слушай, я после определенного... Ну, во-первых, пропадатель помогал там где-то. Очень много я сам тратил. Потому что нужно там лабы, нужно оборудование, нужно там потратить время. Ну, то есть, это не просто... То есть, стоимость самого этого экзамена складывается не только из самого экзамена и путешествия, но это еще и все эти сопутствующие расходы. Я помню, что на один экзамен у меня ушло больше 10 тысяч долларов. Ну, вот просто вот на все. Это был CC data center. Он был новый, он был крутой. Там сама лаба. Почему была такая дорогая? Потому что аренда оборудования самого, она стояла очень дорого. Потому как, если мы там сравниваем цены в GPL, это Global Price или Цисковский, чтобы построить лабу самому, нужно было потратить миллион баксов. Никто этого, соответственно, делать не хочет. Пусть даже, ну, хорошо, пусть даже оборудование не закупает там по 50, по 40, по 30 процентов. А стоимость все равно это больше 100, там, 200 тысяч долларов. Никто это, ну, это нормальный человек здравомыслящий, и он не будет тратить, а на работе тоже никто тебе этим... Ну, очень малого количества людей, у кого было, ну, на работе, в лабе вот это железо, которое может просто стоять и ничего не делать. Поэтому приходилось арендовать его у наших индусских друзей. Ну, это тоже было недешево, это тоже были вот очень большие деньги. Ну, а вот почему, что тебя мотивировало тратить такие огромные деньги, столько сил? Это было круто, это интересно было, потому что первый раз, когда ты первый сдаешь, ну, первый экзамен, мне, допустим, работодатель оплатил. Там были определенные требования для того, чтобы был партнерский статус в компании. Нужно было там иметь там двух, там, трех сейшников, там был один, и нужно было там еще второго. Мне Костя подошел ко мне, Тихановский, и сказал, Денис, а можешь сдать? Я такой, наверное, могу. Я говорю, ну, все, готовься. Я говорю, а, сука, у меня там время есть? Он говорит, ну, давай как-нибудь там через годик, допустим. Я говорю, ну, блин, это же много времени. Он такой, ну, для сейшников это нормально. И я начал смотреть, начал готовиться, начал понимать, что, блин, я вообще никогда не знаю. И мне как-то это все поглотило, не знаю, челлендж будет какой-то, что ли. И я вот в это все вошел, и там уже через месяцев шесть я уже был прям готов на взводе. У меня там, знаешь, был в одной руке там аштизатор, в другой еще какая-то фигня. Мухобойка. И я прям был готов лететь в бой. Я съездил, взял экзамен. И потом мне Костя подошел ко мне и сказал, а можешь еще один сдать? Я говорю, о, да. Я пошел и там уже через три месяца или там через два месяца я сдал там следующий. Потом еще, еще, еще. И потом, а ну, и мне после каждого сданного экзамена еще зарплату повышали. Это значит, еще тебе просто там плюс пять там к ярости, плюс десять к ловкости, плюс тридцать бешенству. И ты там что угодно мог делать. А уже после третьего это, не знаю, наверное, было как привычка, что ли. То есть меня потом уже прекратили там спонсировать и оплачивать, и повышать там зарплату. Когда я потому что понял, с этим все, нет, тут все мальчик. Мальчик, до свидания. И я потом уже сам. Это интересно, потому что когда ты готовишься, во-первых, я английский нормально подкачал, потому как готовился в основном с людьми из, я там так говорил, с той же Индией. Их было прямо несмертное количество индусов, там, выбирай себе любого по интересам, да, и с ним готовься. И таким образом, то есть я узнавал культуру других людей, там, как они там живут, то есть они там всегда тебе там, так как люди в основном образованные, ну, такие же, то есть они образованные, они, так скажем, гостеприимные, да, когда ты уже когда с ними общаешься, ты, ну, волей-неволей ты с ними, не знаю, уже как, если не брат, то такой очень близкий друг. На один экзамен, когда я ездил сдавать в Брюсселе, я нашел ребят, это было три, три брата-акробата, они сами из, а, из Марокко, точно, марокканцы, потому что мы с ними пили марокканское виски. Очень интересная штука, это на самом деле чай, просто он под цветом виски, вот, но очень вкусный, самый вкусный чай в моей жизни, который я когда-либо пил, причем я сам его пытался сделать. Три раза. Они мне сказали, не получится, и они были правы, не получилось. Ну, в общем, я к чему говорил, то, что, когда ты готовишься, вот, это вот вся, ну, атмосфера, и вот эти новые знакомства, ты, ну, понимаешь, ты жил вот там, в шарике, в своем, там, бабл, да, в этой своей экосистеме, и ты ничего не видел, не знал, и ничем не интересовался. И потом, когда вот ты начал делать рандомные знакомства, ты просто, блин, да меня всю жизнь жестко на это самое, на обманывали. И мне стало очень больше интересно, например, вот как вот, а вот как здесь, а вот как там, а вот плюс, опять же, вот, когда готовишься, это повышает твои, там, профессиональные уровни, пусть, там, не, там, на супер, там, каких-то высот, но это все равно. В общем, это интересно, это очень круто. Это отнимает очень большое количество времени для всех, особенно в том темпе, в котором я готовился, а я готовился, я убивал все в свое свободное время. У меня тогда не было ни подруги, ни жены, ни личной жизни, ну, вообще ничего. То есть я приходил на работу в 10 часов, входил, в 12 ночи ездил в тренажерный зал, там занимался до часу, до часу, и ехал домой, и у меня вот эта петрушка повторялась несколько лет. Ну, а вот с высоты сегодняшнего полета, скажем так, вот как думаешь, вот люди, ну, у которых нету, например, каких-то денег, да, таких, ну, опять же, может быть, нету работодателей, которые могут это платить. Вот каким образом сделать так, чтобы найти работодателя? А как найти таких работодателей, которые будут это оплачивать? Ну, в Москве, мне кажется, сейчас уже достаточно такая, ну, сейчас, мне кажется, во-первых, подросли зарплаты по сравнению с пятилетней давностью, когда я занимался. Подросли зарплаты, а работодатели начали более-менее это дело оплачивать. То есть, если очень хочется, если прямо, ну, прям вот очень-очень хочется, хочется это самому сделать, и также там нет семьи, ну, можно самому накопить. Ну, да, это очень, так сказать, это очень болезненно, особенно учитывая то, что все эти экзамены, они, они очень сложные, то есть, их очень сложно сдать в первого раза. Там, по официальной статистике, раньше было, каждый экзамен только 3% сдают с первого раза. Каждый, то есть, один экзамен. А если ты их, там, возьмешь все это количество, то, там, с первого раза сдать, ну, это, ну, можно посчитать, несложно, там, будет, там, 0-0-0-0-0-0-1 процент. Поэтому, ну, это очень сложно, там много нервов, это, это не для каждого. Да. Поэтому... Я читала, что тебе принадлежит неофициальный мировой рекорд скорости получения сертификации от Cisco. Скорострел. Расскажи подробнее об этом. Что ты рассказываешь? Ну, да, я сдал вот все эти сертификаты, которые цисковские, экспертные. За сколько там, 16-18, ну, в общем, полтора года, да, я их там сдал. А это был прям, вот, я когда вот загорелся и прям пошел, знаешь, вперед на пробой, и я не остановился пока, вот, ну, после двух их уже легче сдавать. Потому что ты знаешь очень многие технологии, какие-то вещи, то есть они там с другими пересекаются, и ты понимаешь, как правильно читать вопрос, ты понимаешь, как правильно их делать, ты понимаешь, как правильно подходить к проктору так, чтобы он тебя нахер не послал. Ты уже знаешь проктора, и он тебя знает уже. На последнем экзамене я бы, я его, честно, его завалил, можно сказать, и меня проктор просто, он меня вытянул. То есть вот из-за того, что я его знал, я приезжал к нему уже там 6 раз, я его там готовил к одному из экзаменов потом, и он мне потом откровенно помог. Вот, конечно, может быть, не очень честно. Ну, а сколько ты сейчас тратишь, не знаю, денег и времени на то, что, на самообразование? Сейчас, ну, сложно сказать. Я прежнему тратил достаточно большое количество денег, то есть, например, там, Бартхатовская подписка, которая у меня сейчас есть, она стоит 7 тысяч баксов в год. Там очень много я использую курсов на Udemy, но они дешевые, там, 15 по 20 по 30 долларов. Я их там тоже десятками просто беру. Там, что еще? Ну, книжки какие-то, наверное, покупаю. Ну, да, я тратил какие-то плюсики, но это, честно сказать, это вообще капля в море по сравнению с тем, что ты в итоге получаешь за это. Я к этому абсолютно спокойно отношусь, там, потратить там 5-10 тысяч долларов на обучение, мне кажется, это... Оно отбивается, оно очень... То бы что ни говорил, это очень-очень быстро все отбивается. Ну, по крайней мере, там, на тех должностях, в которых я работаю, с теми людьми, на тех, то есть, в этой области, оно моментально отбивается. Просто вот, там, и все. А вот они не устаревают, эти сертификаты? Естественно, устаревают. То есть, те, которые ты 5 лет назад... Нужно обновлять, да. Заново сдавать? Там нужно сдавать по письменной, то есть, у разных вендоров разные процедуры ресертификации. Например, у ЦИСКи достаточно сдать один письменный, или там, из любого трека. У Джунипера нужно сдавать письмены по каждому, там, каждые, там, два года. У Редхата, там, нужно просто каждый экзамен пересдавать, иначе у тебя, там, твои уровни будут падать. Ну, то есть, да, есть такая проблема, это прям головная боль в последнее время. Ну, а насколько все быстро меняется в сфере системного администрирования? Ну, меняется, конечно, там, уходят одни протоколы, там, приходят другие, меняется. Сейчас, вот, если взять, просто, там, ту же сетевую индустрию, сейчас очень много различных вещей по автоматизации и программированию. То есть, сейчас, мне кажется, людей, там, сетевиков без навыков программирования, их просто не берут. То, что я, по крайней мере, вижу, те должности, которые вижу с теми людьми, которыми общаясь, то есть, раньше были не нужны никому программисту, это, знаешь, такой был шип-потреб. Также были, там, сетевые админы, которые, вот, там, сетевики, которых там тоже было, там, пачкой, солить их, там, вот, пожалуйста. Они, они сейчас есть, но, так как рынок двигается, вот, к, там, машин, ну, ладно, там, машин лорнинг, там, и AI, это отдельная тема, но в части автоматизации, процессов работы и, вот, инфраструктуры и, там, всего, чего угодно. Сейчас прям, ну, без, там, без того же питона ты вообще никуда. Или, там, Ansible, Python, еще какие-то, там, change management вещи. Мы говорили о том, что, вот, ну, насколько быстро это все устаревает. Да, быстро устаревает, очень быстро устаревает. Средний, так скажем, цикл жизни, там, протокола и продукта, вот, раньше он был, там, не знаю, 5, 7, 10 лет. Да, то есть он был вот такой. Сейчас, как раз, вот, с приходом всей, там, автоматизации, средний жизненный цикл продукта, его религия, он, как бы, он снижается. То есть он снижается, там, до месяца, до день. Вот сейчас, там, DevOps, это вообще continuous integration delivery. То есть у тебя выходят все эти новые вещи, они просто вот так вот только успевают выходить. Поэтому сейчас очень сложно. Это тоже моя основная головная боль, потому как появляется столько много продуктов, столько много всяких решений, столько многих протоколов, столько многих вредных связанностей. И стартапы, компании, эти гребаные, хочется спалить иногда эту Калифорнию, знаю, чтобы она плену, ну, немножко притормозилась. И, да, в этом есть определенная проблема. Какие-то базы, то есть они есть. А их никуда не денешься, значит, ну, земля, земля, воздух, воздух, они есть. А также, там, деревья. То же самое, там, IP, TCP, все эти протоколы какие-то, они есть. Но то, что вот, а почему они обрастают, и чем, что вот именно в индустрии ценится, это, конечно, полный писец. Зачем нужны все эти корочки? Вот как они меняют карьеру? Ну, вот, если бы, например, не мои корочки, ну, эти сертификаты, я бы, меня здесь не было. Меня именно за них сюда пригласили. Ну, может быть, мой случай немножко другой, да, но в целом, ну, во-первых, это показывает то, что человек способен к обучению. То есть это самое главное, потому что сдать тот или иной сертификат, если тот экспертный, понятно, что это hands-on, понятно, что там есть там дамперы, которые просто, ну, зазубривают, да, и издают там достаточно быстрые промежутки времени. И потом ничего не помнит, ничего не знает, ну, такие, как я. Это показывает, что человек способен к самообучению, там, вот после это институтское время. То есть ты реально покажешь, что если ты сдал, ты сейчас продолжаешь сертифицироваться, значит, что ты иногда тратишь время, ты что-то учишь новое. Даже ты, если ни хера не понимаешь, ты стараешься, ты двигаешься вперед. Потому что сейчас, вот именно там в 2018 году, это очень-очень важно. Если ты не учишь что-то постоянно новое, если ты не стараешься как-то там тратить на это там 2-3 часа в день, то, ну, это показатель. Я с такими людьми работаю, которые, вот, они, знаешь, 40 лет назад они заморозились, и вот сейчас они в этом состоянии, и вот такие вот. Поэтому это очень важно, это очень нужно. Для многих компаний нужно для того, чтобы, знаешь, посвятить, ну, в России очень часто использовались, то есть у нас вот столько этих классных CCIE, там их предъявляли эти требования, ну, блин, как они назывались, ТЗ, технические задания, или как они там уже назывались. Я уже забыл, честно говоря. Ну, в общем, предъявлялись требования, что вот нас, типа, будет обслуживать только та компания, у которой там 50 CCIE там в штате, и другие просто вот не подходят. Ну, и все, это вот, это тоже, это все деньги для компании, которая выигрывает, это понятно, что там откат, прикат, и здесь немножко по-другому, но то же самое. То есть ты здесь можешь сказать, что у меня вот в штате работают там 50 там сертифицированных, там супер образованных классных парней, которые там просто вообще готовы мир там перевернуть за 3 секунды. Это же показатель. А все-таки есть ли в списке твоих сертификатов те, которые, вот ты, положа руку на сердце, можешь сказать, что они не стоили твоего времени? Нет. Нет. Ни одного? Нет. Все были, то есть, ты в любом случае из, из, из любого, и вот из этого, ну, во-первых, ты не будешь чего выпало учить, да, то есть ты будешь вещи какие-то учить, которые тебе, которые тебе интересно учить. То есть для меня это основой мотиватора, ну, для меня еще вот сертификация, это основой мотиватора, чтобы учить, потому что я вообще очень ленивая скотина. Мне нужно, мне нужно, мне нужно, знаешь, там, пороть меня, там, кнутом-хлыстом, чтобы я, ну, сейчас я более-менее уже, как-то, так сказать, активировался, а раньше я был очень, прям очень ленивый, для этого мне была, знаешь, такая корочка, как там, как привязывали, как они называются, морковки осликом, знаешь, которые, вот он. И у меня для меня то же самое, это вот такой свет в конце тоннеля, чтобы вот, чтобы было что-то получить, и это меня мотивировало на какое-то, на осознание каких-то вещей, а навести вот этим тупым задроздцем, как бы, это вот, опять же, вот эти все компьютерные игрушки очень сильно помогли мне сфокусироваться и, там, определенной цели достичь. Спасибо тебе за интервью. Сюда. Во-первых, оно прошло очень легко. Блин, быстро. Да, мне кажется, уже почти полтора часа. Нифига себе. Да, за то, что ты так просто и так весело поделился своим опытом, создалось впечатление, что даже я смогу достигнуть такого уровня. Сможешь, сможешь. Хотя, кажется, боже мой. Сможешь. Я надеюсь, что многих из вас эта история вдохновила, история из Нью-Джерси. Из Нью-Джерси. Родом из Тюмени. Родом из Тюмени. Да. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Жмите лайки. Заглядывайте в описании. Жмите лайки. Где-то там, не знаю, тут здесь. Смотрите нас на LinkedIn-профиль Дениса. Денчика. Да. Да, и встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Пока. Хотелось бы поподробнее. Как ты переехал в Америку? Пришли классные парни из Бонтегратора. Подкинули денег, сказали, Денчи поехали с нами. Я не дурак согласился. Как ты вообще видишь свою профессию в ближайшем, ну или даже, может быть, не в ближайшем будущем? Будет те же самые с админы, просто требования к ним немножко поменяются. На все один совет. Ну, а он универсальный. Потом ты можешь сказать, блин, Денчик классный парень. Можно прикинуться политическим беженцем и сексуальным меньшинством. Самый щепетильный и любимый вопрос моих подписчиков, я хочу задать тебе, где деньги? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!